Я потерялась, меня бросила мама, кто хочет, пиши я. О, бедняжка, как мне тебя жалко. Да. Мне тебя очень жалко. Да. А хочешь, я буду твоим папой? Лучше отдай её сейчас же. Меня мамочка требует обратно. Меня бросила мама. Я просто очень грущу, потому что она меня бросила, и я теперь очень несчастная. Йоу, котики, с вами я, Женяша, и сегодня я продолжаю рубрику «Ищу маму в Адубми». Меня бросила мама. Теперь я никому не нужна. В общем, ребята, это будет сегодня не просто поиск мамочки, а сегодня будет пранк. Реально очень жёсткий пранк. В общем, ребята, суть моего пранка будет такая. Когда я найду мамочку, я ей буду говорить, что я потерялась, что я несчастна, что моя мама меня бросила. И будем смотреть на реакцию этой мамочки, как она себя будет вести. Когда она уже подумает, что я её дочка, никуда от неё не денусь, и мы будем самая счастливая семья в мире, в этот момент придёт моя настоящая мамочка. И начнётся реально жёсткий пранк. Это будут мои помощницы. Они будут в роли двух мамочек. Приходить и говорить, что я их дочь. И будем смотреть на реакцию этой мамочки, которая нам попадётся. Как она отреагирует, что пришла совсем другая мама и требует ребёнка назад. И самое главное, ребят, если мамочка нам понравится её реакция, как она себя будет вести, и отстаивать права у своего ребёнка, я закинул на карты разные подарки. И если наша мамочка справится, мы ей подарим очень крутые и классные подарки. В общем, гоу, погнали. Но всё пошло не по плану. В наш пранк вмешался папочка. Сейчас вы узнаете, как это было. Для начала мы найдём себе мамочку. Я потерялась. Меня бросила мама. Кто хочет, пиши я. Просто очень грустно. Я потеряла маму и сижу тут и страдаю. Он говорит, о, бедняжка. Это кто такой? Это Бочкар 2007. И говорит, да, жалко тебя, говорит. Ой, какой добрый. Это что, мальчик, что ли? Я просто не могу понять по скину. Походу, это мальчик. Тут какая-то мамочка Лера. Посмотрите, сколько у неё детей. У кого-то родители есть. Хочешь, я буду твоим папой? Ого! Вот это да! Ничего себе! Я папу, что ли, нашла? Ничего себе, да! Если хочешь, говорит. Ребята, представляете, это мальчик подошёл, пожалел меня. И сказал, что я буду твоим папой. Ребята, я нашла себе папочку. Пошли, говорит, ко мне. Хорошо. Ну что, ребята, папочку мы нашли. А теперь посмотрим, как он себя будет вести. Сам напросился. Ого, ребята! Вот это да! Вот это вот у него мотоцикл! Да наш папа крутой! И мы сейчас, как я поняла, мы едем к нему домой. О, ребята, это его домик. У него не такой уж большой. Итак, ребята, раз мы нашли себе папу, а не маму, давайте Лилочка сделаем. Кстати, будет интересный пранк, когда придёт мама, и как он себя будет вести. Я счастлива! А меня Маша зовут. Он говорит, садись. У меня такой красивый домик. Да, я сяду, он меня сейчас будет кормить. Он говорит, круто! Всё, короче, очень хороший папочка. Смотрите, он погрыз пончик. Наверное, хочет мне дать тоже пончик. Ого! Ничего себе! Он всё ставит. Сейчас он мне пончики приготовит. Слушайте, ребята, да я заботливого папочку нашла. Он мне донатик даёт. Какой он вкусный пончик! Спасибо! Я не ела три дня. Он говорит, чаёк пей. Он говорит, ого! Да, пап, я очень голодная. Очень сильно. Меня бросила мама. Я просто очень грущу, потому что она меня бросила, и я теперь очень несчастная. И теперь есть папа. Он говорит, плохая была мама. Да, она меня обижала. Но я буду лучше. Ого! Ребята, вот это да! Вот это да! Я нашла, представляете, первый раз реально папочку нашла. Ничего себе! А это уже вызов. Ну давайте посмотрим, насколько он будет лучше мамочки. И проверим, насколько наш папа добрый. А теперь проверка. Успеешь за пять секунд поставить лайк и подписаться на канал. Поехали! Пять, четыре, три, два, один. Подписался. Лавки тебе, Кисуля. Ребят, давайте, знаете, что сделаем? Давайте его проверим сейчас. И я у него попрошу питомца. Можешь кого подарить, папочка? Он мне смайли кидает. Ничего себе! Можешь мне кого-нибудь подарить? Пожалуйста! Ребят, мы сейчас посмотрим. Он говорит, да! Ого! Ничего себе! Что, серьезно подарит? Он говорит, Пета, да? Да, хочу питомца какого-нибудь! Что? Ребята, что? Он мне подарил пчелу! Ого! Ребята, посмотрите! Пчелу подарил! Что? Ничего себе! Ребята, у меня какой-то крутой папочка. Он говорит, ага. Спасибо, папа! Ребята, это реально шок. Обалдеть! Ребята, надо срочно его семью добавить. Добавь семью! Ого! Все, ребята! Вот мой папочка! Он меня отправил на второй этаж. За мной ухаживает. Говорит, спи, малышка! Ого! Просто круто! Ребята, реально классный папочка! Он говорит, я это знаю! Ого! Ну, видно, он реально очень старается и очень хороший папочка. Сейчас он меня накупает, приведет меня в порядок. Я теперь счастлива! Ребята, кормит, поет, просто счастлива! Ну что, ребята, он очень хороший у нас получился папочка. Так что, ребята, давайте, наверное, к нам придет наша мамочка, которая как раз-таки меня бросила, и мы проверим нашего папочку. Пойдем на качели! Пойдем на качели! Папа, папа, пойдем на качельки! Так что, ребята, мы сейчас нашего папочку попросим, чтобы он отправил нас на качели. Он говорит, ок, все, окей. Мы сейчас едем с моим папиком, и сейчас мы начнем его проверять. Посмотрим, как себя он будет вести. Ну что, котики, пранк начинается? Сейчас мы посмотрим, как наш папочка поведет себя в этой ситуации. Как он отреагирует. Что, надо его как-то разыграть. Но давайте сначала коронную фразу ему скажем. Пап, ты меня не бросишь! Никогда не брошу! Ура, я, в общем, буду кататься на качелях. И тут приходит моя мамочка. Ребята, начинается пранк. Господи, дочка! Ребята, пришла моя мама! Папа, мама пришла! Она говорит, наконец-то я тебя нашла! Ого! Ребята, давайте смотреть на реакцию, как будет вести себя папочка. Стоп! Кто это с тобой? Здрасте, говорит! Ого! Ребята, начинается что-то очень интересное. Это теперь мой папа. В смысле, папа? Ты меня бросил. Лучше отдай ее сейчас же. Меня мамочка требует обратно. Что же поведет тебе папочка? Как он поведет? Что он будет говорить? У меня теперь папа! Ты меня бросила! Я тебя, говорит, не бросала. Бросала еще как! Он говорит, не отдам! Ты ее бросила! Да, папа, папа, да! Хорошо. Тогда давай я могу тебе дать флазелье за нее. Ого, ребята! Ребята, ну как вы меня, папа, представляете, пчелку подарил? Посмотрим. Готов ли он меня отдать обратно? В смысле? Он говорит, мне не надо! Он говорит, что ему не нужно флазелье. Вы представляете? Отдай ее! Папа, папа! Я уже начинаю переживать! Тебе не поздоровится! Ого! Моя мамочка прям очень уже злая, ребят. И, наверное, она сейчас что-то устроит нашему папочке. Ты же ее бросила! Что тут такое? Ребята, тут, короче, подошла уже полиция начинать разбираться с этой всей ситуацией. Она сама убежала от меня. Ого! Вот это да! Вот это поворот! Так, чей это ребенок? Ой, что мы говорим? Обманщица! Так, кто он? Папа! Папа, но она моя мама! Как вы понимаете? Я не хочу ее тоже бросать! Что? Овечка, сейчас... О, боже! Верни мою дочь! Дай-ка мне подумать. Наш папочка что-то думает. Нет, говорит. Уезжаем! Нет, ребята! Он не хочет отдавать меня этой мамочке! Понимаете? Он не хочет! Я ему даже... О, что? Ничего себе! Ребята, да этот крутой папочка! Мы ему флайзелье тут предлагаем? Да ему не нужно флайзелье! Скажи, ты не отдашь меня? Я тебя, говорит, не брошу! Ребят, вот видите? Оказывается, есть хорошие папочки, которые очень добрые, очень хорошие. И он меня просто взял и увез этой мамочке. Я не дурак! Обалдеть, ребят! Чтобы ребенка бросать! Вау! Я счастлива! А как же мама? Снова найдем? Он говорит, я буду бороться! Ребят, вот это да! Он меня не хочет отдавать! Говорит, будет бороться за меня! Вот это да! Супер! Ну что, ребята, думаю, пранк удался, и папа повел себя очень даже неожиданно. Пришло время признаваться, что это был пранк! И вот это я ожидала, чтобы папочка или мамочка не согласились на флайзелье и не отдали меня. Все, говорит! Хорошо, папа! Хорошо! Но, ребята, наверное, все-таки пришло время признаться. Папочка прошел реально классную проверку. Он у нас, папочка, богатый, ребят, вы видели. Как бы мне повезло найти очень хорошего папу. Мне нужно тебе признаться. Ого! Папа сделал новый скин! Я не Маша! Что, говорит? Он сразу переодел в другой скин. А кто? Я женяша! Ребята, я созналась нашему папочке, что я женяша. Он говорит, что? Да, ребята, это был пранк! Он говорит, правда. Да! Да, ребята, мы сейчас развели нашего папочку. Он говорит, аааа! Вот это да! Папа реально прошел проверку, ребята. Я даже не ожидала, что я буду искать мамочку и найду такого классного папу. Спасибо тебе, ты прошел пранк. Давайте мы ему подарим подарки. Он реально очень классно себя повел. Мне понравилось, какой он добрый подарил пчелку. Он реально не отдал меня этой мамочке. Не повелся на это все. И он говорит, ты лучшая. Итак, ребята, давайте кидаем ему тренд. И, кстати, мы же можем сделать женяшу. Я маленькую женяшу. Он взял маленькую женяшу себе. Мои помощницы реально просто обалдели от такого пацанчика. Ребята, это реально классный пацанчик. Мне он очень понравился. Так что мы ему сейчас подарим. У него есть тачка, да? Значит, у него другие тачки тоже есть. Итак, что же нам ему подарить? Боже, это случилось, говорит. Так, ребят, я думаю, что же ему подарить. Давайте ему подарим синего дога. Рай. Так, что же мне ему подарить? Ребят, вы знаете, ну, он реально очень классно себя повел. Наверное, мы ему подарим все-таки неоновую черепаху. Это будет очень крутой подарок для тебя. Папа, это все тебе. Ты крутой. Ребят, он мне подарил пчелку. Он очень рад. Так что, ребята, я думаю, ему подарок этот очень понравился. У меня просто несколько неоновых черепашек. И я смогла подарить ему. Он говорит спасибо. Мне понравилась его реакция на это все. И он очень добрый и очень хороший пацанчик. Спасибо вам. Вот это да. Вот так мы нашли мне как раз-таки папочку. Ребята, ну что я вам хочу сказать. Мне этот пранк очень сильно понравился. И я реально подарила очень классный подарок. Легендарную неоновую черепаху, а также синего дога. Этот папочка был очень крутой. Ну, а мои помощницы реально классно постарались. Мы попаранковали, повеселились и посмотрели на реакцию игроков в Adobe Mi. Так что, ребята, если вы хотите продолжение этого пранка, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. И еще, ребята, самое главное, хочу сказать, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Обязательно подпишитесь на канал Кисуля. Ребята, если на этом видео будет 15 тысяч лайков, то мы продолжим следующую серию видосов, как я ищу мамочку и пранкую ребят на серверах. Так что, жду ваши лайки, комментарии и подписочки. Всем пока! С вами была Женяша и мои помощницы. Пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok